салям алейкум грамотяне у нас сегодня гости а это мы так прикид это просто подарили я думаю не не должна пропадать вещь у нас марина могилка там и вы с вами не первый раз встречались а сколько прошло пару лет прошло не полтора года получается летом 2015 встречались хорошо то есть вот мы ну да год с и год с небольшим значит у нас за это время там народу прибыло и кроме того в прошлый в прошлый раз мы бы тоже не все посмотрели давайте я скажу чего я помню про марину марина у нас такой бизнес у нее в сети в сети где аккомодейшин всякие то есть там билеты да или и ламбург сквозь это главное изучение языка да тогда давайте еще раз расскажите вы потому что я могу так отвлечься если кратко нас платформа по бронированию языковых курсов за рубежом то есть кто хочет поехать куда-то учиться да он не понимает вот он учит учит английский там самая главная проблема на 10 лет учишь учишь а говорить не можешь потому что ну ты находишься все время в русскоязычной среде дороге ходишь там исправно три раза в неделю на занятия где все русские учитель тоже русский и говорить не получается и вот мы эту проблему решаем тем что мы человека вот полностью в среду то есть школу там принимающую семью и он полностью погружая в какие страны а ну в основном наша первая страна популярности великобритания потому что она поближе 2 сша 3 канада австралия есть новой зеландии новой зеландии у нас несколько человек было но это очень такое точечное направление то что доедут те кто же хочет на пмж оставаться там очень такая простая а там вроде бы есть как бы такая процедура прямо со студенческой да да сразу разрешение на работу то можно сделать английский плюс что-то типа там в обычный английский плюс айти как раз и переезжаешь после программы да хорошо так а вот проблем с визами то не возникает ну я боюсь что в англии может быть проще я не знаю но в англии проще да вот у нас как раз очень много того что сша понятно что все на америку и так далее но если это чистый паспорт естественно мы сначала только либо англии они клеят чистые паспорта либо мальта иногда ирландия если с работы а в мальте надо хороший английский да у них а но у них так у них чувствуется акцент то есть у них английский но основной тоже язык не только мальчишка да такой немножко бритиш вот единственное что мальта сама по себе там если летом ехать там все вот такие вот ну там море и ты больше отдых плюс английский великобритания это чисто уже такой академический какой уж там отдых то за такие деньги да конечно но люди ходят там есть пачки слушайте а вот события последних там скажем пару лет связанные с изменением курсов валют и так далее это сильно сказывается на вашем деле а у нас как бы мы начали вот эту площадку когда уже доллар все по отношению к рублю сильно вырос два раза на предыдущем бизнесе почувствовали потому что то же самое оффлайн до этого делали и там был вот такой вот а сейчас мы видим просто постоянный рост мне кажется за счет того что еще люди понимают что сейчас еще можно куда-то уехать но если они хотят поучиться еще куда-то они вот цепляются за эту возможность и мне кажется нам это даже помогло а вот люди которые клиенты можно люди которые через вас заказывают эти программы они в основном москва петербург или в основном как раз нет а мы очень ну понятно много москвы много петербурга но это где-то наверное я бы сказала 10 процентов всех покупок ну а очень много украины прямо вот украина беларусь казахстан сильный а у нас есть деньги у людей да а дорого обходится вот допустим поехать в великобританию там на три месяца на шесть месяцев язык учить у нас обычно поездки две-три недели то есть это как вот такая вылазка посмотреть и так далее пощупать вот ну в среднем две недели где-то 700 долларов это проживание плюс курс то есть получается дешевле чем отель на самом деле если проживание плюс курс но еще доехать надо еще нужно билет да и виза ну вот примерно наверно то есть там там тысячи долларов хорошо то есть это люди которые действительно поехали на две недели и вернулись или они это кто-то использует как вот чтобы там раз и сдаться властям там наверное бывает в плане ну наши студенты сейчас не то что сдается властям они там либо продлевают визы либо приходит там но особенно в сша там университет уже вот но всех студентов кто едет у них вот очень конкретно уже цель потому что они поняли что то они учили английский 10 лет и вот сейчас пришло время действий да и они все еще не говорят то есть вот и мужа вот сша виза вот так едешь по турвизе тебе бах там 6 месяцев ставит пребывание а едешь ты на две недели там на языковые курсы что тебе ставят по 6 месте тоже да то есть ты можешь два месяца поучиться остальное время просто погулять да и где ты в порядке ты ничего не нарушил это ну туристическая виза получается курсы до 12 недель если курс больше тогда мы делаем студенческую визу ее дают на год вот но если до 12 недель курс то это турвиза и да можно с точки зрения отказов визе вот я знаю что консулаты посольства они иногда вот на курсы английского языка смотрят а тебе зачем а что вот ты как-то вроде тебя же там 45 лет а ты все что-то английский учишь там вот есть такое а ну первая главная проблема это они смотрят на школу есть очень много школ которые дешевле намного то есть можно взять школу там за 30 долларов в месяц да кроме говоря такие школы да там будут тут или великобритания тут нет а там вот учиться мексиканцы то есть вообще какая-то ну там можно вот семестр там типа там 120 долларов вот такие цены а естественно с такой 100 процентов откажет то есть когда ты едешь школу который стоит дешево непонятно что за школу зачем тебе ехать в сша учить английский в такую школу да это 100 процентов откажет у нас таких школ нет логика такая если школа не какая то и дома полно таких да если школа приличная ну мы всегда во первых наших студентов готовим что надо говорить у нас всегда с визовым менеджером с нашим по skype они делают а какая школа допустим уважаема уважаемая ну вот у нас айласи да такая школа сан-франциско в центре здесь без проблем не задает еще и а там по моему 240 долларов неделю курс стоит потому что у них учителя все дипломированные у них крутое здание все аккредитации поэтому это не может дешево здорово ну ведь и что процесс к жить дороже нет а дамсан-франциско жить дороже ну то есть это надо уже смотреть можно жить в семье например принимающая она будет не в сан-франциско об этом не знаю сан-матео это дешевле а семья принимает потому что им хочется вот этих каких-то денег получить или семья принять то что они любят вот такое ну как бы движок саму я думаю и то и то но вот все семьи кстати в америке по строительству или капритании семья намного вот гостеприимнее видимо за счет того что не знаю в общем они намного степрииме у нас тут никогда проблем семей нету то есть они действительно хотят видеть людей новых это вы должны найти эти семьи а мы сотрудничаем с агентствами со школами которые школы иногда предоставят либо через партнер то есть вы вам не обязательно самим искать эти семьи все есть у школу да потому что их нужно же тоже проверить полиция это не просто семья это приходит там все background чеки делают полиция осматриваю что естественно чтобы не просто так вот а вдруг он там наркотики деления конечно конечно не все проверяются поэтому сумасуете хорошо а вот давайте я вас с другой стороны значит поспрашиваю вот вы как бы ну и мне собрать не дадут там красиво держу было значит вот вы жили в москве дали для санкт-петербурге можно в этом смысле то же самое вот жили в большом городе в российской федерации потом приехали в америку с точки зрения вот молодой красивые девушки свободны не свободны а по прошлый раз была свободная дальше дальше была свободная просто а вы не были ну не свободно и значит но все-таки осуществить допустим девушка свободны вот можете себя поставить положение свободный термин как вот в чем разница проявляется вот вот есть какая-то разница отношения людей отношения людей внимание формы проявления этого внимания вот со стороны там скажем мужского пола ну вот как то может они где-то более грубо где-то менее грубо более навязчиво менее навязчиво или же думаешь ну что ж ты уже там стоишь тогда он стесняется мне кажется тут менее навязчивые люди то есть тут я не боюсь что мне приходится много с инвесторами да например общаться я не боюсь что я сейчас приду к инвестору на встречу он там начнет какие-то там заискивать минуту серьезные люди ну да на так я то обычно но с ним с кем с кем еще разговаривать вот не знаю как бы у меня нет такой просто мне кажется как девушка себя ведет так не будут относиться серьезно что тут что там да серьезно говорить то то это одно дело да а вот с точки зрения инвесторов ваших операций и так далее то есть у вас было в питере агентство потом вы пошли онлайн потом вы этот онлайн приехали с ним в америку да мы начали его уходить и мы еще не зарегистрировали компанию его сразу же получили вот предложение от ратора и мы специально уже под акселератора делали регистрацию америке то есть вы в бизнес инкубаторе таком да надо да и сейчас там не можем выпустились куда а свободное плавание у вас есть офис а да у нас есть офис но у нас в питере есть разработка то есть мы оставили у нас разработчики в питере там помощь и так далее колл-центр если вы звоните не там вот и я здесь вот базируя сейчас founder тоже еще приедет но у вас есть как сказать ну здесь помещение да а каворкинг хорошо то есть вы здесь фактически общение с инвесторами и что партнеров много тут все в америке но много в америке в смысле школы хорошо но вы прибыльные или так пока не очень уже да ну так прибыльные прибыльные или так на эти деньги вы можете зарабатывать даже да на жизнь и соответственно на развитие то есть ну вот у нас было важно да чтобы окупать себя плюс развиваться постоянно так а вот этот вот это ваша несвобода вот этот вот который с той стороны но и вы же конечно не свободы вот вот этот вот молодой человек он чем занимается а он бизнесе вместе со мной а то есть вы вместе да хорошо а вот которая очаровательная была даша с вами в прошлый раз она была с вами в бизнесе да а сейчас где сейчас она работает у партнеров занимается как раз высшим образованием в сша то есть если кто-то к нам по вышке обращается с раздашь и будет работать то есть там есть работа с живым человеком помимо то есть фактически веб-сайт это место где вы как бы регистрируетесь а дальше вы все равно должны переключать на живого человека а если есть какие-то вопросы типа визовых естественно это будет лично общение то есть через наш визу заказывают то мы соединяем с визовым менеджером который все документы готовят если это просто курс то ну вот у нас что мы замечаем опять же если это люди кому нужна виза естественно не позвонят но когда у нас клиенты бронирует у нас география такая обширная там австралия всякая европа им виза не нужна они даже удивляются если мы звоним что уточните что ну как бы как привыкли что booking.com там airbnb не звонит да в общем да вот так получается но я пытаюсь как бы проникнуть в логику человека который обращается к вам за услугой он почему он хочет вот как-то так вот 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 этим путем пойти они например традиционным вот я скажу человек постарше и мне то есть я могу онлайн я очень много чего делаю надяя уроки виду онлайн но но в принципе вот общение с живым человеком я как-то тяготею больше вот есть как у есть какое-то преимущество которое имеет вот такие операции у вас как бы с комбинацией онлайн его с живым человеком что вот ну есть из-за чего во первых дешевле причем намного если живому человеку живого человека есть agency fee который обычно это 200 300 долларов за подбор школы там заправление всех документов что мы взяли мы просто весь этот процесс который делает агентом выбирает школу консалтинг мы все перенесли онлайн все заполнение форм делается онлайн автоматически вот за счет этого мы не берем никакой agency fee и второе за счет того что нас объемы большие в школы идут нам школы дают специальные цены которых дешкауты у нас да хорошо то есть а вот если не секрет такой коммерческий вот сколько например вы за год ну можете пропу но не можете но и реально допустим плату скажем план на следующий год вот сколько вы хотите пропустить народ но нас уже больше сотни в месяц я думаю что то есть серьезно так ну да хотим на несколько тысяч не то что вы всех в лицо то можете запомнить а есть такие как бы повторные да у нас просто у нас очень много клиентов которые в итоге хотят поступить куда-то учиться да мы делаем еще там в частности я там консультирую по высшему образованию сша потому что я поступила там университеты с полным финансированием и так далее прошла весь этот путь вот и вы учитесь или закончили я не пошла на у нас инвестировали я решила что ладно университет хороший был джонс хопкинс меня взяла на пол хороший и да и университет флорида но он тоже топ-30 считался по специальности которая брала вот но в итоге я не пошла и поэтому сейчас просто помогаю людям тоже понять вообще насколько им реально получить финансирование насколько вообще реально попасть в мире то есть вы знаете критерии да ну потому что когда сам проходишь сейчас наши первые студенты они как бы опубликованы в принципе критерии они опубликованы там проблема в том что есть какие-то такие вещи которые ты только по опыту знаешь поставки 10 писем с университетом обменял да вот то есть они опубликованы но картинка не абсолютно ясно да да потому что душа вдруг это только для американцев подойдет ли это для меня да вот у меня диплом такой то это подойдет или не подойдет то есть вообще можно в принципе переписаться с университетами но так как у нас уже это тоже у меня какая-то база в голове есть там человек говорит тут я хочу там не знаю компьютер сайм с полным финансированием что мне нужно на сколько сдать жары и на какие университеты посмотреть я в принципе могу сказать после более подробного разговора с ним хорошо то есть я понял как бы значит цена это это первый фактор кроме того некоторое как бы тоже многоэтапность вы можете передавать чека с этапа на этап в одном месте это удобно а вот вырабатываются какие-то какой-то ну не знаю доверительные отношения вот как живом бизнесе вот мы сидим да и вот там возникает какие-то доверительные отношения вот в таком вот бизнесе есть да youtube канал как раз они видят меня да это видит меня я в принципе все в открытии рассказываю рассказываю где я что и что мы делаем youtube канал у вас как давно а получается ему где-то года два уже есть два года и у вас там 50 с лишним тысяч народу очень прилично я хочу сказать за два года вот примерно вот как наш например хорошо то есть люди которые посмотрят на youtube канале у вас там какая-то сложившаяся аудитория или там некая текучесть такая я думаю что текучесть любом случае есть да потому что они начинают смотреть когда им нужно сдавать экзамены там поступать и так далее потом я стараюсь видео такие делать типа одно видео про жизнь да в америка или еще что-то одно видео про учебу то есть где больше просмотров что что у вас смотрит народ уважаем я сейчас выстрелила видео про трампа я просто я не успела блокировать людей мы как бы ругаются ой там такой в комментариях местные или оттуда это в основном я думаю россия украина там между собой ругается россия украина между собой под любую тему это да в общем да но в основном у меня если набрать все языковые экзамены данный тов до языковой экзамен стиле джима для поступления на экономические специальности я везде буду в топе как поступить в сша если набрать тоже я буду первое на ю тубе да а причем на русском на английском хорошо то есть оттуда тоже народ то есть такой трафик как бы можно сказать просто просто трафик не потому что знали не потому что-то сказал а потому что искали да и вот информация что же интересно а вот у вас когда видео там ставят лайки там дислайки на есть такое да вот сколько вы вот если нормальное видео так среднее какое соотношение лайков и дислайков а как же это россия с украиной а вот где россия с украиной там чуть ли не ну не 50 там 60 процентов лайков но где-то до 40 не норма для моего канала дискуссии типа на на в украине ли вы есть такие ну да 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 много всего да вот это вот как раз вот эти видео про выборы и про трампа я просто в шоке но зато очень много новых подписчиков и уже бронирование которые мы сейчас видим там тоже люди пишут что я смотрел видео нашел канал но это неплохо потому что действительно я когда например думаю о том что канал на ю тубе принес мою например жизнь я раньше был зависим от того что кто-то где-то напишет и больше того если ты пойдешь ему отвечать или ты пойдешь там как-то возражать там или что-то получается ли как бы еще и виноват еще оправдываешь это еще на самом деле тебе и хуже лучше вообще молчать а так у меня есть вот этот канал да и вот вот ты смотришь того сможет там бэд марина это миша там этого там еще и ты как бы не нравится не ходи там нравится приходи то есть как бы у человека есть возможность развить вот это вот ощущение этого доверия или наоборот недоверие ли там принять или не принять и ну что же хорошо а вас где-нибудь ругают ругает а где у вас на канале или еще на канале да типа но там такие комментарии иногда даже но вот люди прямо настолько критикой что мы так смеемся я уже хочу делать инстаграм ну типа последний мой просто любимый комментарий мы просто смеялись всем офисом а у меня видео есть дом абрамовича и мы там ходим вокруг дома и снимаем а где думал в лондоне вот и комментарии значит все вы хорошо если не страшенную худющая баба могилка просто мы же в рамочку и говорю надо делать инстаграм с такими вот как шоу живу кают ну вот не понравилось надо было только дом снимать не может быть симпатичная да 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 всякие нет таких и вот особенно вот под травмом таком многое но я спокойно ну чё же хорошо да но нет они не лично вы а вот скажем на на ваши учреждения наезжают а есть люди которые все доходят и пишут вот меня кинули там я рассчитывал заплачу 500 долларов этот статус политического беженца еще до приезда у нас во первых но нет такого нет у нас если клиент ну чем-то недоволен да мы выясняем что это либо мы можем как-то перекрыть да там что-то предложить еще либо мы делаем возврат денег и заканчиваем то есть вот satisfaction гарантии ну да да но все-таки американская американский стандарт а есть если люди недовольны вера ничем чем могут быть недовольным что вызывает как бы недовольство но вот человек иногда например ну вот он хочет поехать в америку да он забронировал курс приходит к нам берет визовые услуги приходит на визовые услуги иногда вот у нас недавно был клиент который обиделся очень что не мы визы клеем он такой как это не вы визы клеить а за что это заплатить куда клеить что мы сами себя в офисе наклеим что он пришлет нам паспортом наклеим никуда не надо тянув в сша собеседование я помню было время может быть это давно было но вот турагентство скажем групповой какой-то тур они брали паспорта шли в посольство того проштемпелевали возвращает все же с отпечатками пальцев то есть этого мы уже сделать это все на самом деле все очень индивидуально да да поэтому нужно идти в любом случае ну либо там человек надеялся что ему в пустой паспорт сразу в клеит турвизу он там три месяца работает в заре ассистентом как бы мы объясняем что нет он начнет обижаться ну то есть это не же те же проблемы что у любого турагентства ну что же хорошо а вот с точки зрения какой-то экспансии как бизнес вы куда хотите вырасти а но рынки другие потому что мы видим опять же что рынки там европейские американские намного легче в плане того что нам ну не нужно работать с клиентом он просто бронирует и все ему виза не нужно и в принципе с нами разговаривать не нужно удобно вот да то есть это основная стратегия но опять же у нас очень классно что я общаюсь с ребятами на канале да и они говорят марин почему у вас нет вот этого и мы таки да подсказывает и делаем и вот это тоже очень круто я могу сказать что вы тут перестройку дома делали и там было несколько таких как бы вопросов когда мы увидели что действительно даже по чертежам было когда начали делать вот скажем окно сделает вместо большого сделать поменьше и и давление дачок тут маленькая мы смотрим в эту документацию как действительно чем маленькая и пока было не поздно там значит убрали перед поставили сейчас нормальное окно то есть вот бдительное око на нашего зрителя она очень так молодцом да это очень полезно ну что же хорошо а есть какие то вот я не знаю заклики какие денежки капают а до оси тубы капает тоже у меня например вроде у меня за год примерно 10 миллионов просмотров и я хочу сказать там за год но но может 4000 там набежит то есть какие то такие сегодня у вас где я когда вас смотрю не показывать рекламу никогда потому что американская реклама мало серьезно я да я я не знаю я тоже когда вот смотрю сам там может быть такое окошечко внутри ничего нет открывается внутри пусто может не быть может не быть американской рекламы но и вот эти преролы которые перед видео их тоже никогда нету когда я я я все сеттинги поставил чтобы не было ничего перед видео они но у меня партнерка там есть и они как-то умудряются кое-где вставлять я я уж там все что мог нажал чтобы этого не было все считаю что это как бы такой абьюз злоупотребление такой человек еще вообще не знает о чем речь а и можем бах там чего-то влюбили я что-то вот есть там баннер такой ну там пусть будет баннер его и закрыть можно отмять а как бы когда ты идет вот какая-то вещь и ты не можешь ничего сделать как пользователь как бы тебя поставили в какое-то положение из которого выхода нет я считаю что это как-то перенапрягает меня меня бы это перенапрягло ну что же хорошо то есть вы как бы хотели бы двигаться на европейский рынок но тогда вы должны на много языков как бы разойтись даже на испанском да есть на английский испанский русский на 3 версии сейчас ну то есть все кто не знает других языков на необычного листов или какую карточку оставите чтобы я ваш сайт туда дал канал я легко найду а вот сайт я ставлю ну что же хорошо вот давайте тогда мы может быть пользуясь случаем вот есть какой тут у вас такой месседж к ребятам которые нас смотрят собственно вы тоже как бы часть это это этого сказать сообщества но все-таки вот обычные люди которые бизнесом занимаются так с любовью они они тащатся от того что такое делают и вот хорошо делают и вот как-то жизнь людей меняется к лучшему вот вы какой ваш такой месседж вот вот как вы жизнь людей меняете к лучшему да я бы сказала что ну вот основной месседж это то что людям нужно верить себя потому что опять же когда я слышу на канале ребята говорят мне там 25 мне кажется мне уже не возьмут в университет и у меня просто квадратные глаза да потому что нас как-то вот видимо ну с каких-то давних времен да идет что нужно там в 23 года уже все собой не заниматься работа с 9 до 6 и все значит жизнь на этом закончена ну нужно верить себя потому что мне это тоже в какой-то момент очень мешало двигаться дальше я когда начала процесс поступления американский университет и думаю да кому я там нужно я не буду даже пробовать там в топовые я пойду вот так вот аккуратненько лишь бы взяли вот и в итоге я поняла что все университеты которые там я выбрала все меня стали брать и с финансированием я понимала что если просто не надо было баночку поднимать туда просто и у у ребят у многих такой же они думают что кому я там нужен на мне уже там целом особенно особенно если ты идешь на мастера или на phd господи то там там 22-летних ты нету там нет и конечно возраст там у меня подруга сейчас вот она закончила дьюк она говорит не было 28 когда была на мбей и когда спросила мое типа лучшего подруга в коке лет она сказала 6 49 и я так типа у меня с ней на ты общался же тоже 49 может быть немножко как бы уже выше среднего выше среднего да да но по всякому случае вот у меня дочь училась в лоскул и ей было там я боюсь собрать 24 25 когда она поступила может быть такого плана и она там одна из самых молодых была то есть там была еще одна девочка моложе и все остальные были 28 это мой тридцатник и то есть если это не не первое образование которые ты пусть пришел получать 18 лет то дальше уже да дальше же очень конечно возраста ну да и нужно понимать что тоже есть ко мне было тоже такое такое чувство что мне казалось что американцы все сто раз умнее на самом деле ну как бы по многим особенно если предметы школьные брать мы настолько сильнее там тоже программирование математика я думаю что это как бы социальное очень то есть если вы находитесь в таком месте вот скажем как кремниевая долина где много там школ сильно где родители в айти так профессора и так далее так далее то там и дети соответственно с какими-то знаниями если вы падете там мексиканский район там другие дети и другие знания другие интересы в жизни поэтому то же самое вот в любой стране скажем если вы пойдете в москву там физмат школу какую-то хорошую это один разговор в москву пойдете куда-нибудь там на окраину будет другой разговор пойдете куда-то я не знаю там где сельская местность там будет третий разговор поэтому надо если вы даже в среднем смотреть по вступительным экзаменам там джио риджи мат то что он сдает математику математика абсолютно школьная то есть а это экзамены которые сдают phd здесь а там она даже логарифма нет ну грубо говоря на математике ну да в общем нужно верить себя и верить что все возможно просто брать и делать то есть вот я говорю что вы смотрите уже это видео это уже а значит вы задумываетесь и уже что-то делаете это очень ну я считаю что люди которые смотрят такие каналы как наши они уже на каком-то пути да потому что они могли бы смотреть там веселые истории там какой чуть политизированная где можно пойти всех там обматерить там и чувствовать себя хорошо вот поэтому это как бы люди которые какой-то движухи и они чем-то интересуются и где-то они просто слушают где-то они говорят а почему и почему и может и я могу где-то говорит ой а я вот сделал у меня получилось у меня же еще этот канал есть но где висят видео по тестированию учебные я не могу сказать каждый день но уж каждую неделю неоднократно я получаю от людей того и в скайпе это под этим эти что я там пошел рано нашел работу и люди которые которые уже в таком возрасте когда им все говорили это вообще невозможно я книгу там про 28 лет с ужасом смотрю какой год мне уже я уже думал в том числе уже до 20 там и там и 35 и 38 и парень который вообще инвалид и нашел работу в онлайне там из одессы там и на валюту работает в иностранной компании то есть постоянно это происходит то есть люди которые в движухе они неминуемо куда-то идут ты не можешь сесть и сидеть играть но и где ну что же хорошо значит народ вот вы видите марину она симпатична такие комментарии гнусные пишут вот и я честно сказать может и возраст такой но у нас тут девчонок много в школе сейчас группа есть там два мальчика 30 человек там два мальчика да и я я я там не преподаю не дай бог невозможно широк вести так я хочу хоть искать они все разные и все такие симпатичные поэтому даже как-то странно в общем короче вот информация есть да и и веб-сайт есть канал на ютюбе есть ссылочку дадим в общем смотрите знакомьтесь разбирайтесь и пусть желание исполняются мечты мечты и желания помашем я буду левой рукой так все машем рукой дым пока 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 пока